всем привет с вами магазин рукоделия candy yarn и я яна сегодня мы будем учиться делать ложную кетлевку это простой способ красивый очень легко делается и получается красивый эффект как будто вещь куплена в магазине и заменяет способ ручной кетлевки там где нужно иглой закрывать петли для начала у меня связана резинка горловины начинала я ее итальянским способом набора петель с дополнительной нитью от клубка ссылочку вы можете найти вверху и кому интересно посмотреть и теперь приступаем к работе сначала вязание я одеваю маркер и теперь нам нужно связать полую резинку значит нам нужно удвоить наши петли потому что такое количество петель будет идти с одной стороны и с другой должно быть одинаково вяжем лицевую петлю делаем накид от себя следующая лицевая накид от себя лицевая накид от себя и так мы продолжаем до нашего маркера не забывайте когда вы провязываете лицевую петлю вязать так чтобы косичка смотрела красиво допустим изнаночная мы берем за заднюю стенку которая дальше от нас она за спицей и лицевую берем за переднюю дольку которая ближе к нам чтобы петли не были перевернутыми итак мы удвоили наше количество петель и перед маркером последний должен быть накид накид маркер перенил переносим второй ряд убираем дырочки там где у нас накид то есть мы вяжем лицевая накид мы вяжем перевернутой изнаночной либо скрещенной далее лицевая накид мы скрещенной петлю вяжем чтобы не было дырочки где у нас накид мы его провязываем скрещенным и так мы вяжем до конца ряда то есть до нашего маркера два ряда подготовительных для полой резинки у нас есть маркер мы надели и теперь мы вяжем полую резинку то есть мы лицевую провязываем изнаночную снимаем перед работой лицевую провязали изнаночную сняли и так мы продолжаем до нашего маркера мы довязали до маркера перекинули его на правую спицу и перевяжем второй ряд полой резинки то есть мы лицевую снимаем не провязывая изнаночную вяжем изнаночной лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем изнаночной теперь мы вяжем третий ряд полой резинки лицевую мы провязываем изнаночную снимаем на правую спицу нить перед работой это же получается тоже видно сейчас мы будем за четвертый ряд полой резинки лицевую снимаем нить за работой изнаночную провязываем изнаночной так мы вяжем по кругу до нашего маркера теперь нам осталось сделать последний ряд мы его будем вязать по 2 вместе нам нужно вернуть количество петель в прежнее положение если вначале мы делали прибавление то сейчас мы будем вязать две вместе и для этого лучше взять спицы уже размером который вы будете вязать основное изделие есть лицевая и изнаночная мы лицевую и изнаночную провязываю вместе изнаночной далее лицевая вот изнаночная мы провязываем их вместе изнаночной лицевая изнаночная провязываем вместе изнаночной вот у нас получается имитация кетлевки вот такая вот горловинка получилась этому может быть и отделка красивая даже если у вас джемпер будет чулочной вязкой это будет все равно красиво точно так же можно сделать им на начале рукавов это как украшение поэтому все в ваших руках думаю вам урок был понятен легко просто и красиво на этом всем спасибо всем за внимание не забудьте подписаться на наш канал кто еще не подписан и всем пока сладких вам петелек украшение